итак друзья всем добрый день сегодня публикуем вторую часть ссылка на первый ролик будет в описании перед началом видео небольшая информация о наших грандиозных планах мы очень хотим съездить в питер привезти оттуда материал новый контент у нас открыт сбор на эту поездку если кто-то хочет поддержать нас в этом ссылка в описании будет реквизиты в описании любым удобным способом вы можете нас поддержать чтобы состоялось это и мы привезли новый материал также не забывайте про бусти подписка на бусти это такой же донат для нас это тоже очень важно и вы получаете дополнительные видео которых здесь не будет там уже их куча также не забывайте подписываться на канал кто не подписан обязательно подпишитесь поставьте лайк видео если оно вам зашло если вам близок наш взгляд на эти проблемы обязательно напишите свой комментарий чтобы мы с вами летели вверх на вершину ютуба всем приятного просмотра всех благ что я имею я имею вот это чудесное состояние и звонок от знакомого парняги который едет смытищ куролесил всю ночь в непонятном в каком состоянии но вроде бы судя по голосу бодрый то есть как бы я не могу сказать что он там прям пьяный чувствуется голос что он куролесил чувствуется что он на кочерге ну как бы в любом случае это лучше чем шататься одному в одиночестве вот в этом состоянии я говорю давай встретимся я тебя встречу с электрички ну и как бы словимся пообщаемся все договариваемся он говорит я как раз прыгаю минут там через 15 будут на месте все я его встречаю еду он такой довольный у него мешок на спине здесь со шнурками водка и энергетик я точно не буду я разогнался достаточно а водки я попью ну и все мы перемещаемся на лавочку как бы такая у нас поляна мы достанем водки хлопнем и уберем хлопнем и уберем потому что постепенно люди начинают появляться кто-то идет там на рынок кто-то в магазин начинается вот это хождение людей а мы сидим во дворе ну то есть все нормально потихонечку попиваем водку и то есть как я-то не пьянею меня то алкоголь не берет вот на этих дрожжах а на него я смотрю я вижу как он постепенно нажирается то есть он встает задевает пачку сигарет она падает с лавки начинает что-то объяснять жестикулирует руками поднимает руку я вижу у него подмышкой рваная олимпийка оттуда вылезает белая подкладка то есть я смотрю на этом мне становится но уже немного смешно он такой там спотыкается чуть ли не падает с этой лавки и начинает уже ну как бы я понимаю что я не выдержу долго на него смотреть мы посидели еще там час допили все это мне легче никак не стало водка никакая мне никак мое состояние не изменило мы прощаемся я говорю давай я думаю тебе пора уже ехать провожаю его на маршрутку он уезжает я иду еще покупаю пиво думаю ну пройду еще кружок потому что ну приду домой дома я просто сойду с ума то есть я не могу сказать что у меня состояние прям вот мне совсем прям плохо но я приду домой и мне будет еще хуже я прекрасно это понимаю поэтому думаю ну еще кружок я сделаю я выпиваю еще две бутылки пива и у меня начинает очень сильно болеть голова то есть все у меня начинаются вот эти молотки меня начинает биться сердце подхожу к зеркалу возвращаюсь домой смотрю на себя у меня глаза красные ну видимо давление начинает скакать вернее как не скакать она поднялось и глаза у меня короче покраснели я смотрю на себя у меня мертвый взгляд мне становится короче плохо я достаю две таблетки тстрамона запиваю их ложусь на кровать начинаю ворочаться но я понимаю что я не усну я пошел сходил еще раз в душ то есть душ для меня такое место было прям вот как-то мне там стало легче пока вот ты стоишь под этой под водой тебе как-то становится легче внимание как-то меняется но как-то оттуда уходишь возвращаешься домой я вернулся в прежнее состояние я выпил еще какие-то таблетки обезболивающие что-то было дома я не помню уже название и начинаю лежать ворочаться мечтаю о том чтобы меня отпустило потому что головная боль ну а как бы у меня и так в принципе проблемы были с повышенным внутричерепным давлением еще с детства и поэтому в такие моменты я там чуть ли не в петлю можно было залезть потому что головную боль терпеть невозможно я понимаю что легче мне не станет в ближайшее время надеяться на таблетки выпитые тоже смысла никакого нету головная боль усиливается я понимаю что я не могу это терпеть единственное желание все чтобы я уже не думаю вообще ни о чем кроме того чтобы вот просто у меня прошла голова и единственное что приходит на мысль мне как можно сменить состояние это просто еще раз вымазаться хотя сам себе я тоже отдаю отчет что может стать хуже что можно там ну потерять сознание потому что столько выпит алкоголя и если еще треснуться сверху то можно отъехать я это тоже как бы ну отдаю себе отчет что это может произойти но это не останавливает потому что ну во первых и сознание вот это искалеченное плюс ко всему еще задавливает вот это состояние смотришь на стенку на эту то есть состояние ну хуже некуда и себя начинаешь еще больше ненавидеть потому что еще вчера с утра ты был абсолютно трезвый ты не пил в месяц у тебя были планы планы нормальные ты был свеженький не болела голова а сейчас эта проблема которая ну все она тебя может просто вот тут просто уничтожить мне даже нет слов вот на эту ситуацию на это состояние я звоню парняге с кем я двигался я говорю слушай можно что-то придумать у меня говорю вот такое состояние может у вас что-то осталось может вы там тоже не ложились спать что-то там делаете хотя они как бы разошлись там вроде как в разные стороны он говорит да нет горит я один да мы разошлись ну как бы можно можно придумать даже денег не надо можно встретиться вот там дойдем до одного человека и как бы он там может немножечко нам сыпануть чисто вот на двоих немного просто чтобы как-то вот тебе помочь он говорит мне самому в принципе сейчас это не надо но раз тебе так хреново то я как бы пойду там те на встречу давай подтягивайся и как бы все сделаем все я кладу трубку все быстро одеваюсь бегу в этот двор где мы договорились встретиться и как ну я добираюсь я не знаю сколько прошло ну может с момента как я положил трубку прошло ну край минут может ну 25 25 минут но самый край вообще это вот полчаса потому что я прошел через магазин купил холодной воды я уже не могу смотреть на пиво то есть все вот ну как бы я прям бегу бегом 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 просто чтобы двинуться и и даже уверенности то нету что прям полегчает но я вижу в этом выход какой-то вот это вот больное сознание и всему виной естественно алкоголь алкоголь трамплин если я уже просто представляю как в комментариях там напишут что у меня такого с алкоголя не было еще есть такие кто пишут у меня с травы такого не было ну слава богу что вы не тот человек для которого алкоголь является трамплином к наркотикам благодарите бога всевышнего там ну кого-то благодарите чтобы что у вас этого нету просто что в ваших настройках такого нету я вот такой человек вот у меня вот так вот и по-другому бывало по-другому когда не тянуло но когда я выпиваю мысли о наркотиках они закрадываются всегда либо я вспоминаю что-то либо какой-то разговор происходит об этом то есть это ну всегда она присутствует просто со временем естественно даже когда по-трезвому ты вспоминаешь это она не вызывает эмоций и я могу спокойно об этом разговаривать я прихожу во двор он сидит ждет на лавке я говорю ну чё погнали я сейчас просто умру я в этом состоянии все я не вывезу больше не часа давай говорю все я надеюсь все ровно давай побежали он говорит слушай короче ну вот так вот получилось туда идти смысла нету там голяк как бы ну все по-любому никакого фена мы сейчас не придумаем но говорит можно взять тапикамида просто короче тропиком двинуться ну я им двигался до этого пару раз и я не могу даже сказать что он как-то состояние это меняет то есть появляется какая-то муторная такая пелена очень быстро мимолетная такая то есть это ну в каких-то моментах наверное даже это просто ухудшение состояния то есть ну я понимаю что вряд ли мне это поможет но раз уж мы встретились раз уж вот я здесь и как бы можно съездить там до этой аптеке быстренько взять без проблем я говорю ну поехали давай он говорит ну давай только на электричке так будет быстрее мы идем на электричку прыгаем залезаем на платформу без билетов ничего не заморачиваясь хотя у меня оставалось там еще я не знаю ну какие-то деньги у меня остановились оставались но немного едем в электричке и заходят менты а я в футболке у меня пореза на запястьях заходят менты смотрят на нас такие типа ну было куда вы двигаетесь здравствуйте молодые люди как у вас все нормально документы мы говорим нет никаких документов мы гуляем и такие типа есть что-то запрещенное мы говорим да нет конечно такой типа ну а если в карманах посмотрим у меня шорты были и карманы они были порваны у меня они были вот так прострочены наглухо то есть туда даже руки просто не засунуть я говорю да у меня даже карманов то нету но они так посмеялись на нас посмотрели и ушли то есть все мы доезжаем благополучно до этого места выпрыгиваем идем все покупаем короче бахаемся прям там грубо говоря там через два дома от этой аптеки ставим этот тропик и вот как я говорил появляется вот эта вот пелена перед глазами ты находишься вот ну как будто в тумане появляется привкус барбитуры как будто объелся таблеток вот это небольшая горечь такой какой-то но немного специфический сушняк и а он такой ну что давайте пивка то возьмем пивка возьмем я говорю ну давай возьмем пивка там на последние какие-то копейки начинаем закидывать пиво и идем как бы в сторону дома назад и я не могу сказать что у меня прошла голова я не могу сказать что у меня сильно поменялось состояние но меня это отвлекло то есть меня это отвлекло я знал что у меня отходняк он продолжится но в этот момент я вроде как бы отвлекся может быть я даже отвлекся потому что я с ним увиделся начал разговаривать Рассказывать свое состояние Может быть это отвлекло А не сам вот этот укол тропекамидом Ну и все, мы подходим ближе к дому Я говорю, я пошел Все-таки рухну на кровать Я сегодня никуда больше не пойду Лягу под одеяло, буду лежать Может быть мне повезет И я может быть усну Все, мы прощаемся Я захожу назад домой Вот эти вот сутки у меня Хождение, хождение, хождение И организм-то устал Это мозг думает, что ты можешь Двигаться, передвигаться, что-то делать Разговаривать, а организм-то он в хлам уже Ему нужно есть, ему нужно спать Но мозг эти мысли Он не пропускает И мозг думает, что ты еще как бы двигаешься Пока вот ты ускоряешься Ты весь такой потрясающий А организму нужно отдыхать Тем более, что месяц перед этим я не пил Ну это конечно небольшой срок Но тем не менее, для меня это было Ну прям очень долго, месяц Я поднимаюсь по лестнице Захожу домой И чувствую, что у меня начинается Такое сильное головокружение Я ожил в общаге Я выхожу назад Чтобы набрать чайник воды Поставить на столе Чтобы было попить Из-под крана Я выхожу и плечом Прямо врезаюсь в дверной проем Бах! Я так сильно ударяюсь Я понимаю, что что-то меня штормит Как-то Ну вообще просто, не по-детски Меня что-то всего заворачивает Я беру чайник, пытаюсь открыть крышку Ну открываю И я ее открываю Меня заносит в бок Я упираюсь локтем в раковину То есть меня начинает вот просто Как по часовой стрелке гонять То в одну сторону То по часовой То против часовой Я смотрю на подоконник Сел уже на диван Смотрю на подоконник А он у меня вот так вот Он косой То есть я понимаю, что Я в таком состоянии вообще ни разу не был Все И как бы получается Немного Ну немного становится страшно Потому что Ну ты не был в этом состоянии Меня так вот прям Не выворачивало Не закручивало Еще ни разу в жизни Меня начинает тошнить Я начинаю блевать Ходить туда-обратно От туалета до комнаты А когда живешь в общаге Это вообще как бы Тяжело дойти по коридору туда И обратно В итоге я беру ведро Ставлю рядом с собой Блюю туда Я начинаю задыхаться Я открываю окно Мне нужен свежий воздух То есть вот это вот Просто сумасшествие в голове Ты просто как психопат Себя ведешь Но только в придачу к тому Что у тебя кукушка поехала Тебе еще физически Настолько плохо Ты вообще ничего Ну ты не можешь Не сидеть Не стоять Тебя все время ломает Выкручивает Я не понимаю Ну как бы с чего С чего это С чего С чего-то одного Либо с того, что все вместе Так вот ты себя повел Не бухал месяц Начал С пива И закончилось тем Что ты вообще Еще и обширялся Тропикамидом Этим беспонтовым Я думаю Выйду на улицу Хоть там чуть-чуть Я пойду куда-нибудь схожу Я не знаю У меня мысли такие Я представляю Что я в лесу Где-нибудь Где-нибудь Сесть на бревно В лесу Чтобы тебя никто не видел Подышать свежим воздухом Наполнить легкие воздухом И прям Все это провентилируется Ну то есть Ну бред Просто бред Сумасшедшая У меня начинается Я выхожу из подъезда Падаю У меня грязные коленки Потому что я в шортах И иду в аптеку У меня оставалось Там Я не знаю Ну рублей 200 Наверное Купить что-то Сказать Фармацевту Что я вот У меня такое состояние У меня кружится голова Не блюю Что можно принять Я вчера бухал То есть вот Такую вот Я хочу историю выкрутить Продавцу в аптеке Чтобы она мне Что-то посоветовала А время Пока все Мы это ходили Пока я встретился С этим первым парня С кем бухали водку Пока мы встретились Со вторым Пока мы с ним Погуляли Туда-сюда То есть Время уже вечер То есть не темно Но как бы так Постепенно Постепенно Начинает смеркаться Но светло И дорога Через двор Получается Я иду там В одну аптеку В определенную Я вот именно туда Просто ходил Знал что там Ну и продают мне все И как бы И вот тот же самый Фенебуд Без рецепта Я покупал там Я иду туда И глаза То закрываю То открываю То закрываю То открываю Меня останавливает Удар в лицо Вот прям Бах Меня бьют Куда-то Куда-то В лоб Рядом с глазом Я сажусь Сразу на жопу Ну потому что В таком состоянии Как бы там Чтобы столкнуть С ног Достаточно Вот просто Прикоснуться И ты падаешь Потому что Ты и так Ты идешь Падаешь Потому что Тебя заворачивает И начинается Какой-то шквал Ударов Два Три Четыре Пять Я пытаюсь Встать Что-то сказать Меня еще Сверху глушат Я стою Уже вот на коленках У меня летит в лицо Нога У меня разбиваются Губы Голова Запрокидывается Назад И то есть Я закрываю глаза И ну так Рукой Сразу к лицу Другой рукой Закрываю Ребра Как-то Ну как-то Группируюсь Потому что Кто-то там Еще пинает И причем Получилось так Что я даже Я даже Не смог Посмотреть В лицо Этим людям Ну может быть Кто-то подметил Что шел я В таком состоянии И подумали Что в хлам Бухой И как бы Огреть меня Причем Ну получается Недалеко Даже от моего дома Я не знаю Что было у них на уме Потому что Вечер Это лето Не темно На улице То есть Это не такой вечер Когда свет фонарей Освещает улицу То есть Было гораздо светлее Никакого фонарного света Еще не было Короче Меня так отпинали Я проверяю Задние карманы Шорт Потому что Передние зашиты У меня лежал телефон И ключи Телефона нету Ключи валяются На земле То есть И я Вот у меня Настолько Вот Голова Была Сотрясена Я ключи Не могу Поднять С земли Я их Хочу поднять А я Мимо них У меня Песок В руке Все Я кое-как Двумя руками Как-то Я их взял Весь Я весь В песке Я весь В земле У меня Ссадины На подбородке То есть Мне настолько Больно Я плююсь Кровью У меня привкус Крови Теперь во рту В придачу К барбитурному И к сушняку Который От алкоголя То есть Вот в этом состоянии Просто космическом Я иду домой Я иду домой Я опять захожу В душ Причем Я врезаюсь Опять В дверной проем Душ на цокольном этаже В общаге Жил я на третьем Душ на цокольном этаже То есть До туда дойти Это вообще Квест целый То есть Мне настолько У меня там Ну У меня нет даже слов Вот на эту ситуацию А ведь еще сутки назад Вообще Ничего не предвещало Подобного Ничего не предвещало Подобного И если бы я не начал Бухать Я бы не очутился Вот в этом состоянии Я поднимаюсь Назад в комнату Ну и тут Я не знаю Наверное Бог Смиловался Я зашел Выпил еще Две таблетки Цетрамона Которые у меня Оставались Одну таблетку Аспирина Я выпил Не знаю зачем Просто наверное До кучи Лег под одеяло И радовался уже тому Что я просто дома Пускай я в этом состоянии Но я дома Что меня там Не забили У меня ничего Не поломано Ну хотя в том состоянии Еще не понятно Поломано или не поломано Это я понял только потом Но я дома Все Я хоть Я хотя бы дома Я не на этой Вот тропинке Лежу Я засыпаю Просыпаюсь Часа наверное В 4 утра Просыпаюсь от того Что С правой стороны Перепонка Ушная Вот у кого Ну может быть кто-то был В подобной ситуации Когда в ухо получаешь Такой серьезный Если на пас То перепонка Она Я не знаю Была она порвана Или нет Но Ты слышишь Свой пульс Вот это можно сравнить Если кто-то Мерил давление Когда одеваешь статоскоп И вот По этой таблеточке Сверху Если рукой ударить Вот такой вот Звон в ушах Вот типа такого звона Только ты слышишь Свой пульс С правой стороны Тебе как будто В барабанную перепонку Вот так вот Кто-то постукивает И это не дает уснуть Я не понимаю Что со мной такое У меня впервые Такое в жизни Я как-то Ну сначала подумал Может быть Закладывает ухо Может быть давление Что-то Сначала ну попил воды Чтобы как-то ну понять Пройдет не пройдет Ничего не проходит Я затыкаю нос И так вот Пытаюсь выдохнуть Воздух Чтобы он в уши пошел И я прям чувствую Как у меня отсюда вот Идет воздух Ну наверное Порвана барабанная перепонка Потому что Невозможно Ничего делать Ты когда разговариваешь Ты себе Свой голос Слышишь гораздо громче Когда ты Пытаешься уснуть Просто лежишь в тишине Ты чувствуешь Как колотится Твое сердце И вот тебе Как будто в перепонку Стучат И это чувство Ну сколько оно проходило Недели две Наверное Я потом уже Когда ну Более-менее оклемался Через день Через два Когда уже Ну нужно было Как-то ходить Как-то передвигаться Я брал вату Скручивал И в ухо Затыкал Чтобы Меньше Слушать Звук окружения И ну как бы Немного Это помогало Заснуть И вот представьте В каком состоянии Я находился То есть Вот эта вот Перепонка Которая не дает спать Постоянно тебе Напоминает О том дне Телефона Она была Наверное Я умру То есть Потому что Столько Это тоже урок Это такой урок Да Больно Да Жестоко Да Неприятно Да Там Обидно Досадно Но ладно Это же урок То есть Сутки назад Ты был Свежий Трезвый С деньгами С нормальным Лицом С целой Перепонкой Проходят Сутки И ты Все Тебя просто Уничтожили Я сам Себя уничтожил Алкоголь Трамплин Для меня Конечно Трамплин И таких Как я Сотни Только есть Такие люди Которые признаются Себе в этом И как-то Работают над собой Пускай даже у них Не получается Но они борются Они пытаются Они начинают Сначала Они падают И встают А есть такие Которые Да и не У меня Такого нет Просто Вот Уперлись Они Такие люди Которым Ну лишь бы Поспорить Наверное У меня Такого нет И все Хотя За ним Тоже Подобных Ситуаций Бывает Немало Есть Такие Знакомые Есть Такие Люди Я хочу Сказать Людям Которые Бывали В подобных Ситуациях Которые Смогли Найти В себе Силы И Решительность Сменить Город Уехать В другой район Сменить Окружение Которые Не побоялись Попрощаться С людьми Которые Пересекаются С ними Только Для того Чтобы Побухать Или Употребить Я хочу Сказать Что Это все Не просто Так У вас Впереди Будут Большие Дела Большие Планы Стройте Новые Какие-то Себе Цели Находите И Для Каждого Человека Своя Цель Она Всегда Ну как бы Такая Весомая Несмотря на то Что посторонний Человек Он может Говорить Тебе Да ты Как-то Что-то мелко Плаваешь Какие-то мелкие У тебя Цели Наплюйте На это Главное То Какую Важность Для вас Несет Ваша Цель Всех Благ Редактор субтитров Корректор А.Кулакова